Для многих этот факт может оказаться сюрпризом. В 1991 году Соединенные Штаты Америки всеми силами стремились к сохранению целостности Советского Союза. Стремление республик, а особенно Украины, к независимости, мягко говоря, не приветствовалось. И такой была позиция основных мировых лидеров. Мало того, президент США Джордж Буш-старший даже приехал в Киев отговаривать украинцев от разрыва с Москвой. В Верховной Раде он произнес такую речь, которую ему припоминали всю жизнь. С 6 по 12 мая 1992 года состоялся первый зарубежный визит первого президента Украины. И это были Соединенные Штаты. На этом снимке два президента – Джордж Буш-старший и Леонид Кравчук. От выступления Джорджа Буша-старшего в Верховной Раде до этого снимка прошло меньше года. Что же это было за выступление, которое называют одним из самых провальных выступлений американских президентов за все годы? Почему Соединенные Штаты летом 1991 года в упор не видели независимой Украины? Как и почему Джордж Буш-старший хотел сохранить СССР? Давайте-ка разбираться. Год до провозглашения независимости Украины был наполнен мечтами, драматизмом и, к сожалению, разочарованиями. Западные лидеры не торопились менять отношения к официальному Киеву и почти единогласно давали понять, что хотят видеть Украину в составе обновленного Советского Союза. Премьер-министр Великобритании, посетившая Киев летом 1990 года в рамках четырехдневного визита в СССР, обеспечила холодный душ для мечтателей, надеявшихся, что Киев и Лондон заключат двусторонние отношения. Маргарет Тэтчер категорически заявила, что Британия может поддерживать с только связи, подобные отношениям с американским штатом Калифорния или канадской провинцией Квебек. Болезненно восприняли в Украине и визит 5 июля 1991 года в Киев канцлера ФРГ Гельмута Коля, приехавшего, чтобы провести переговоры с Михаилом Горбачевым. К слову, проведение такой встречи с официальным Киевом даже не согласовывали, а просто поставили перед фактом. Первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко в интервью, записанном в 1996 году, вспоминал, что на то время западные лидеры еще не понимали будущего Советского Союза. Они представляли, что состоится дезинтеграция с сохраненным административным центром в Москве. Конечно, для них было лучше иметь крупного партнера. Между крупными своя, как говорится, игра. Не только Маргарет Тэтчер, но и весь истеблишмент не воспринимал всего того, что происходило на территории Советского Союза, отмечал Зленко. Но, наверное, самым красноречивым подтверждением этих слов являлся визит президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего в Киев, состоявшийся 1 августа 1991-го, менее чем за месяц до провозглашения независимости Украины. Его выступление в Верховной Раде вошло в историю не только Украины, но и США. А сама речь с легкой руки редактора газеты «Нью-Йорк Таймс» и Вильяма Сафайра получила весьма ироничное название «Котлета по-киевски». На тот момент американский лидер успел наладить личный контакт и довольно дружелюбные отношения с президентом СССР и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. 31 июля 1991 года был подписан договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Советский Союз обязался уничтожить половину своих стратегических ракетных комплексов «Сатана» и 35% боеголовок баллистических ракет, в то время как американцы должны были ликвидировать 25% своих боезарядов. Ракет, подобных «Сатане», в США не было. Визит Буша-старшего в Украину, которая бурлила митингами и боролась за независимость от союзного центра, мог и не состояться. Но он состоялся и обернулся скандалом. Примечательно, что тогда президент США пытался не ссориться с Москвой, так же, как и сейчас это делают некоторые лидеры Евросоюза. В июле 1991 советник советского посольства в США Сергей Четверяков неофициально сообщил американцам, что посещение Киева было бы плохой идеей. Дипломат посоветовал поехать на малую родину генсека Горбачева в Ставрополь. Буш поначалу не планировал раздражать своего советского коллегу. Однако тональность послания не понравилась главе США, и американцы не стали вычеркивать из своих планов Киев, который уже год назад жил в условиях формального суверенитета и хотел больше независимости. В полдень 1 августа 1991 года в аэропорту Борисполь 41-го президента США встречали глава Президиума Верховного Совета УССР Леонид Кравчук и премьер-министр Витольд Фокин. Переводчик президента Америки, сопровождавший его, журналист украинской службы голоса Америки Юрий Саевич, так описывает часы, предшествующие печально известной речи Джорджа Буша. Из аэропорта Борисполь, куда из Москвы прибыл президентский самолет, президент Джордж Буш и украинский лидер, председатель Верховного Совета УССР Леонид Кравчук ехали на заднем сидении президентского лимузина. А я, как переводчик, расположился на переднем сидении, повернувшись к ним лицом. Оба лидера вели спокойную дружественную беседу. Однако уже совсем скоро, глядя в окно, президент США притих. Вдоль всего пути до Киева он увидел сотни украинцев, весело машущих американскими флажками и приветствующих его. Приветствовали лидера свободного мира и надписи на плакатах в руках киевлян. После столетий московского порабощения Украина тоже стремилась стать частью этого свободного мира. Наблюдая за всем тем, что видел и американский президент, я, американский парень, воспитанный украинскими родителями и украинской общиной Америки, наученный никогда не отступать от идеи свободы и независимости Украины, просто не мог вымолвить и слово. От нахлынувших чувств у меня ком сжался в горле. Но я же был на работе, поэтому периодически просто заставлял себя не смотреть в окно, а сосредоточиться на какой-то одной точке. Кортеж приближался к центру города, а Буша все больше обуревали сомнения, стоит ли ему выступать именно с этой речью. Сомнения эти проявились и во время встречи двух руководителей в Мариинском дворце, состоявшейся перед выступлением президента. Похоже, сравнивая смысл заготовленного текста с украинскими реалиями за окном, президент Джордж Буш ощутил некоторое несоответствие. Далее произошло следующее. «А у нас есть перевод моей речи?» Задумавшись на минуту, обратился Буш к своему советнику по вопросам национальной безопасности, надеясь, что Леонид Кравчук просмотрит его и выскажет предположение, как эта речь может быть воспринята. «Нет, перевода у нас нет», ответил генерал Брэнд Скоукрофт. «Минутку, господин президент, перевод у нас есть», сказал переводчик и достал из кармана своего пиджака текст, над которым работал всю ночь, поскольку из Вашингтона его выслали только в час ночи. Переводчик вручил перевод Бушу, который сразу же передал его Кравчуку в надежде услышать его мнение. Однако у председателя Верховного Совета уже не было на это времени, машина приближалась к зданию парламента. Вовремя опомнившись, переводчик попросил Леонида Кравчука вернуть перевод, ведь это был единственный экземпляр. «В Верховном Совете, вооружившись аудиоаппаратурой и наушниками, я расположился в специальной кабинке и приготовился озвучивать на украинском языке слова президента США, ведь его выступления транслировали на всю Украину», вспоминает Юрий Саевич. Стоит, однако, заметить, что у Кравчука была своя любопытная версия этих событий. Он описал визит Буша в Киев в своей книге «Первый про власть». Как вы можете догадаться, Леонид Макарыч вспоминает встречу с американским президентом несколько под другим углом, в своем неповторимом стиле. Мы взяли раздел из этой книги и подготовили для вас отдельное специальное видео, которое можно посмотреть на нашем Патреоне. Заходите, там еще много интересных видео, которые больше нигде не публикуются. Ссылка на Патреон в подсказке в описании и первом комментарии. Поехали дальше. За три недели до провозглашения независимости Джордж Буш-старший поддержал новый союзный договор, эту отчаянную попытку Горбачева сохранить Советский Союз, и назвал стремление к суверенитету безнадежным курсом изоляции. «Я пришел сюда сказать вам, мы поддерживаем борьбу в этой большой стране» – имелось в виду СССР – «за демократию и экономические реформы. В Москве я срисовал наш подход. Мы будем поддерживать тех, кто в центре», – сказал Буш и позже произнес фразу, которую ему еще долго будут вспоминать. Причем она звучала как предупреждение. «Американцы не поддержат тех, кто борется за независимость, чтобы заменить далекую тиранию на местный деспотизм. Они не будут помогать тем, кто провозглашает самоубийственный национализм, покоящийся на национальной ненависти». Эти слова президента на следующий день вынесут в заголовок статьи о визите Джорджа Буша и Нью-Йорк Таймс. Причем вот эту вот фразу «самоубийственный национализм» президент США якобы дописал лично в текст выступления, которое ему подготовила по распространенному заблуждению Кандализа Райс, будущий госсекретарь при Буша-младшем. На самом деле речь Буша написал советник по вопросам национальной безопасности генерал Брент Скроукрофт со своими помощниками, среди которых была и Кандализа Райс. Создавалось впечатление, что авторы этой речи ни сном, ни духом не ведали о принятой Верховным Советом УССР 16 июля 1990 года декларации о национальном суверенитете, ни о массовых мирных митингах в поддержку независимости, ни о трех миллионах украинцев, сформировавших живую цепь от Львова до Киева 21 января 1990 года. Из-за абсолютного незнания истории Украины, непонимания текущих тенденций, движущих сил и процессов переформатирования Восточной Европы летом 1991, из-за самого смысла послания, оскорбляющего аудиторию, в которой оно произносилось. Этот текст можно было бы назвать самой неудачной из когда-либо написанных речей для президента США. Украинцы надеялись услышать слова поддержки от лидера мировой демократии, но Джордж Буш прозвучал адвокатом президента СССР Михаила Горбачева. Для украинского руководства, как и для всего украинского народа, речь американского президента стала холодным душем. «Свобода не то же, что и независимость», сказал Буш. Он четко дал понять, нечего рассчитывать на помощь США в поддержке идеи независимости. Любопытно, что это поняли даже коммунисты в Верховной Раде. Это значило, что завоевать свободу украинцы должны сами. И им это удалось. Всего через три недели, 24 августа 1991 года 346 голосами Верховная Рада приняла акт провозглашения государственной независимости Украины. Когда через несколько недель Советский Союз фактически перестал существовать, противники Джорджа Буша-старшего обвинили его в просчете. В 2011 году Вашингтон-экзаменер предположил, что это, возможно, была худшая речь, которую когда-либо провозглашали американские высокопоставленные должностные лица. Во время следующей предвыборной кампании на Джорджа Буша-старшего рисовали карикатуры, изображая его курицей, ведь котлета по-киевски готовится из курятины. Сам Буш позднее объяснял свое выступление тем, что Соединенные Штаты боялись, что неразумное поведение лидеров республик может спровоцировать силовое противостояние, подобное Югославии. И позднее он, по сути, извинился за то выступление. А Кандализа Райс в 2005 году, вспоминая речь Буша, отметила, что легко оценивать задним числом, правильной она была или нет. По ее словам, в 1991 году мирный распад ядерного государства не казался таким очевидным, поэтому США настаивали на сохранение Советского Союза. Стоит сказать, что и сегодня лидеры крупнейших мировых стран испытывают похожие опасения уже по поводу Российской Федерации. Никто не знает, что делать, когда этот колосс на глиняных ногах с ядерной кнопкой начнет качаться. И поэтому санкции не сокрушительные, военная помощь Украине не всеобъемлющая, а политика НАТО выжидательная. Запад боится распада России, как боялись в 1991 году распада Советского Союза. Но историю уже не остановить. В те дни Соединенные Штаты предстали перед непростым выбором – продолжить поддержку Михаила Горбачева или же подать руку новым государствам на территории СССР, которые друг за другом провозглашали свою независимость, уверенно заявляя о решимости порвать с Москвой. Ведь, повторюсь, колесо истории не остановишь, геополитика менялась на глазах, и США приняли единственно правильное решение. Уже в первые дни мая 1992 года президенты Джордж Буш и Леонид Кравчук будут прогуливаться по зеленой лужайке у Белого дома. А в нескольких кварталах отсюда на перекрестке Эль-стрит и 18-й госсекретарь Джеймс Бейкер вместе с украинским президентом откроют первое посольство Украины в США. А как же туристы из Украины и диаспора были удивлены, когда в высшей точке американской столицы мемориале Джорджа Вашингтона на Молле уже в июне 1992 с улыбкой предлагали буклеты об этом монументе на украинском языке. Тогда было положено начало истории отношений двух государств, имевшей свои взлеты и падения, однако в большинстве случаев все же дружественной. История, в которой Соединенные Штаты не раз оказывались, как бы парадоксально это ни звучало, ближайшим соседам Украины. В очередной раз это видно и сейчас, в период серьезной поддержки Америкой украинского сопротивления российской военной агрессии. В свою очередь, тоже как ни странно, но именно Украина в 1991-м стала важнейшим фактором влияния на американскую политику. И это еще не раз повторится. Редактор субтитров А.Семкин